Привет, друг! Это Зверько. Как я и обещался, вот видео про моё оружие. Начнём с самого маленького. Нож-керамбиль. Многие с вами знакомы с таким ножом по игре Контерстрайк. Особенность этого ножа. И можно эффективно пользоваться на расстоянии борьбы. И оно не сколько режет, сколько рвёт. Тычковый нож. Ну, тут всё банально. Зажимается в кулак и орудуется как в боксе. Охотничьи ножи. Ну, тут ничего необычного. Это... Это кизлярский нож. Изготовлен в городе Кизляр. Здоровенный такой. Но всё равно холодным оружием не считается. Документы есть. Экзотическое оружие. Б***ь, бабки! Сука, б***ь, горай! Шинляо, по сути, это гибкое копьё. Вот на такой длинной верёвочке. Правда, верёвку надо поменять. Проговорил с профессионалами. Говяд слишком тонкая. Используется, по сути, как метательный нож. Только с возвратом. Этот вариант для меня сковали на заказ. Вот это мой более тяжёлый вариант из строительного отвеса и с верёвкой для похода в горы. Дубинки. Тонфа. По сути, японское оружие. Ими можно как тыкать, так и наносить удары. Казачья нагайка. По большому счёту, просто для коллекции. Ну, и иногда захватываю с собой в дорогу. В машину. Ну, не нужно с собой возить. Серьёзно. Тренировочный деревянный меч Баккен. Подарил товарищ из Японии. Топорики. Сделаны под викинговские. Но это просто стилизация. Сталь очень мягкая, гибкая, не закаленная. Поэтому просто антураж. Сам щит, который висит на стене, он уже разбит. У него каёмка, которая должна прикрывать голову. Она уже в труху. Деревянный. Мой первый стальной меч. Романский. Одноручный. Весит килограмм триста грамм. Ну вот, если поближе попробую показать. Не знаю, в фокусе будет или нет. Своё боевое он отсужил. И теперь висит на стенке. Эрзац фальшон. Из библии Мациевского. По сути, это бугуртное оружие. Имеет очень тяжёлую верхнюю часть, чтобы вырубать противника. Поскольку правила просты. Кто упал, тот не встаёт. Федер шверт. Или, по-простому, федер. Это полуторный меч тренировочный. Примерно 16 века. Его основная особенность, что он может гнуться. А раз он может гнуться, значит, им можно колоть. И небольшое отступление. Против таких мечей, которыми можно колоть и которые могут гнуться, используются вот такие шлема. Это мой турнирный готический меч. Уже бывалый. Ломался раза три. Поэтому рукоять приварена. Лезвие приварено. И вот это глушитель. Почему глушитель? Сейчас попробую продемонстрировать. В зале глушит напрочь. Притом меня же. Это текстолитовые полуторы. Довольно лёгкие. Весят примерно килограмм. И имеют очень небольшую ручку. То есть она должна быть больше для удобства и нужной хватки. Но они не мои, а клубные. Свой стальной полутор я сломал. В настоящий момент гордость моей коллекции. Двуручный меч. Свой Хандер. По-немецки. Весит четыре килограмма. Заточка четыре миллиметра. Тяжеленный, здоровенный. Как число белки. Ха! Но обзор не будет полным без доспехов. Варежки восточного типа. Весят каждый по килограмму. Достаточно много веса добавляют в бою. Ну и чувствую, что у них себя весьма защищённым. Пара на ручьи. Уже немножко заржавели. На ручьи надеваются на предплечье. Конечно не на голое предплечье, а на стёган. Под доспешник. Собственно, сам под доспешник. Это вот эта вот часть. С наплечниками. Которые больше для красоты. Стёган висит около двух килограмм. Эта брегантина из Висби добавляет ещё около восьми килограмм. Мой первый же стальной шлем. Сделан в викинговской тематике. Но подобных не найти он больше авторского типа. Шлема надевались не прямо на голову. Потому что удар будет приходиться именно по голове. А всегда есть подшлемник. Чтобы гасить удары. И вот такой шлем. Уже повидавший, побывавший. Есть вмятина. Есть пробитие от топора. Благо он в этот момент был не на мне. Был такой спор, что можно ли повредить человека. Но нет. Тут ещё очень много места. На самом деле я коллекционирую не столько оружие. Сколько навыки обращения с ним. Это для меня является основным хобби. Надеюсь тебе было интересно. А пока что я заканчиваю. Удачи друг. Поехали. Замет. Смерть. Тупый яд. А как ушёл. Мёртвый отряд. Они живы. Чтоб победить. Чтоб любво. Да уже не убить. Субтитры создавал DimaTorzok